Этот учебный год для выпускников и учителей выдался непростым. Несколько месяцев дистанционного обучения и последний звонок онлайн. Несмотря на все сложности, дети и педагоги справились на отлично. Ну, должна сказать, что, во-первых, я уверена, что выпуск 2020 войдет в историю, потому что я уверена, опять же, что практически все бывшие одиннадцатиклассники, а также их родители, могут быть представлены к ордену за стойкость и мужество, потому что, когда мы уже практически были на финишной прямой, неожиданно разразилась эпоха коронавируса, и нам срочно пришлось переходить в дистанционный режим всем школам Российской Федерации, в том числе и нам. Они, конечно, счастливы, потому что результат, ну, с одной стороны, запланированный, потому что трудов было очень много вложено и с их стороны, и со стороны учителей. А так, конечно, это вот действительно удивительно, что-то случилось. В Рамецкой гимназии номер 2 среди 76 юношей и девушек 100 баллов набрали 6 человек. Из них трое по литературе, двое по информатике и один по русскому языку. Как отметила Ирина Соловьева, добиться высоких результатов возможно только при условии сотрудничества учеников, учителей и родителей. Еще раз хочу сказать, что количество баллов, набранных на ЕГЭ, никак не влияет на любовь и уважение учителей и родителей. Тем не менее, это повышает самооценку как учеников, так и образовательной организации, в которой они обучались. Вы знаете, я считаю, что случайных стубальников не бывает. Это результат упорного труда. Вот перед вами сегодня были великие труженики. И я им хочу пожелать, чтобы в жизни они добились всего, к чему они так стремятся. Потому что те качества, которыми они обладают, они им позволят это сделать. И, конечно, еще немножко удачи. Потому что я очень верю в то, что и в профессиональной сфере, и в личной жизни они достигнут больших успехов. Они этого просто заслуживают. Кристина Крутова с детства увлекалась чтением. Поэтому ЕГЭ по литературе сдала на 100 баллов. Выпускница планирует подать документы в несколько вузов по специальности дизайн. Мне было в удовольствие готовиться к этому экзамену. Для меня не составило труда прочитать всю программу, всю школьную программу по литературе. И поэтому особого труда мне не стоило. А Анастасия Черных – единственная выпускница в гимназии номер два, набравшая 100 баллов по русскому языку. По ее словам, такого результата она достигла благодаря тому, что готовиться к ЕГЭ начала с 10 класса. Меня больше всего поддерживала мама. Она успокаивала меня каждый раз, когда у меня были нервные срывы, когда я плакала. Потому что Мария Диссель дала мне установку, что я могу поступить только на бюджет. Поэтому она меня поддерживала и успокаивала каждый раз. Вот девочка Настя Черных трудолюбивая. Она, к сожалению, очень много болела в этом году. Но вот этот месяц благоприятно сказался на ней. Этот период дал ей возможность более глубоко, наверное, погрузиться в русский язык. И она получила 100 баллов. Это заслуженное 100 баллов. Она и на дистанционном образовании, когда мы находились, работала очень хорошо. Большое количество стихов рассказала, то, что было у нее еще там не доздано вовремя. И тесты делала все своевременные, сочинения писала даже помимо тех, которые я давала. То есть это, конечно, результат ее работы. Я очень рада за нее. Для выпускников закончилась горячая пора. И теперь ребята ушли на каникулы. Удачи нам и здоровья. Сегодня и всегда. И я очень надеюсь, что оставшийся кусочек лета доставит нам много радости и удовольствия. И мы все сможем отдохнуть перед новым учебным годом.